Безусловно, все организации стремятся снизить свои затраты и повысить прибыльность. Экономить при использовании специальных налоговых режимов можно. Однако в связи с трудоемкостью проведения процедуры инвентаризации прав у большинства предприятий возникли сложности с применением льготы. На семинаре руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов подробно описал механизм работы льготы по налогу на прибыль с доходов в виде прав на разработки и технические решения. Высоциологические предприятия создают результаты инвентаризации в ходе неокровских работ и зачастую не ставят их на баланс и не споряжаются этими правами, потому что связаны с увеличением налоговой базы. Но данная льгота, решение принятое правительством, помогает предприятиям, всем предприятиям, которые готовы заниматься вентаризацией, провести эти вентаризационные мероприятия, выявить охраноспособные результаты инвентаризации, поставить их на баланс. И тем самым это дает возможность с ними распоряжаться правами, но не добавляет налогооблагаемую базу. Семинар выдался информативным, поэтому в нем участвовали представители бизнес-сообщества со всей России. Эксперты Роспатента поделились необходимыми знаниями и показали подробные механизмы действий. Данная мера позволяет вывести на свободный рынок как можно больше высокотехнологичных научных разработок. Это будет стимулировать отсутствие необходимости платить за эти налоги в течение трех лет. Это для компаний крупных, а для малых и средних предприятий в течение пяти лет. Мы считаем, что вот этого срока должно быть достаточно для того, чтобы все мероприятия провести. Также Юрий Зубов поделился и другими мерами поддержки в сфере интеллектуальной собственности. По снижению налогооблагаемой базы в случае распоряжения правами на новые группы результатов интеллектуальной деятельности, созданные в ходе НИОКР, то есть использование коэффициентов 1,5. Это также возможность снизить, вернее не выплачивать НДС при распоряжении права на интеллектуальные права. Осуществляемое вот это распоряжение, если оно осуществляется в рамках договора-концессии. Местом проведения семинара эффективная инвентаризация изобретений был выбран технопарк Мордовия. Выбор не случайен, ведь только за первое полугодие 2022 года регион занял лидирующую строчку патентной активности. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года заявки на изобретение увеличились почти в три раза. На данный момент их в регионе 13 насчитывается более 40. Патентная статистика является основным показателем инвестиционного потенциала и одним из ключевых показателей технологического развития региона. В этом направлении Мордовии есть чем похвастаться. Отметил руководитель Роспатента и работу МГУ имени Огарева. На протяжении многих лет университет является безусловным лидером инновационной активности по подаче заявок. Ирина Суконкина, Сергей Кувакин. Народные новости.